Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад, что у нас есть интересующиеся комбаном. Я рад, что у нас есть люди, которые ходят уже не первый год на эту конференцию, но вы знаете, больше всего мне нравится, что на этой конференции мы, в отличие, может быть, от предыдущих, прошлых конференций, мы говорим много про изменения. И я могу даже по себе судить. У нас сегодня был с утра воркшоп про изменения. Я видел, что коллеги принесли интересные доклады про изменения. Почему мне нравится? Потому что наконец-то компании начали понимать, что при запуске любых фреймворков, скрам, других фреймворков, методов управления, комбан, при запуске, при переходе на другие ценности нам нужно меняться. И меняться не так-то просто. Правда? Да. И очень здорово, что мы об этом сейчас говорим, делимся какими-то инструментами, какими-то практиками, какими-то, может быть, ошибками, но мы делимся, именно говорим про изменения. И очень часто мы слышим совершенно обратные вещи, когда приходим в какую-то компанию, нам говорят, вот мы менять ничего не будем, но хотим вот скрам. Кто-нибудь слышал, сталкивался с таким? Ах, здорово. Ну вот хотелось бы, чтобы все-таки что-то менялось. Поэтому давайте поговорим сегодня еще раз про изменения. И у меня доклад именно про инструменты и про некий опыт, который сложился из применения этих инструментов. Ну, пару слов немножко о себе. Меня зовут Алексей Пикулев. Я работаю agile-коучем в компании Unusual Concepts. И, в принципе, мы, как и многие другие, наверное, компании сейчас на рынке, мы помогаем остальным нашим российским, в первую очередь, компаниям, хотя мы работаем по всему миру. Мы помогаем как раз провести, запустить эти изменения и помогаем им найти собственный путь к каким-то улучшениям. Итак, изменения. Изменения с помощью Kanban. Очень здорово, что у нас получилась такая связка с Алексеем. И мне сейчас, в принципе, не нужно повторять какие-то теоретические выкладки. Потому что я считаю, что вот мы, ну, получалось, немножко синхронизировали заранее, что вот именно такая двойная подача, да, двойной удар поможет систематизировать те знания, которые вы получаете на этой конференции. Ну и, соответственно, нам синхронно выступать, не рассказывая про те самые, не повторяясь и нести ценности больше через наши доклады. Итак, управление изменениями вместе с Kanban. Я хочу вас поспрашивать. Вот есть здесь agile коучи либо скрам-мастера у нас среди вот аудитории. Поднимите руки. Окей, здорово. Вот хотел вас поспрашивать, поделитесь, как вы думаете, какой процент, то есть вот почему мы говорим про сложности изменения, почему так важно про это понимать, как эффективно запускать, вот из своего опыта. почему так непривычно. Сложная штука. Люди… отлично. Люди привыкли по-старому работать, а мы тут приносим что-то новое, да? Ну, вам не кажется, что это только следствие, а причина немножко в другом. Вот. Ну, здорово, страхи. Так вот, прежде всего, если мы посмотрим на некую статистику, да, вообще вот есть ли проблема. То есть все говорят, проблема есть изменения. Сто процентов. А если посмотрим на статистику, которую мы, как, я не знаю, agile coach очень любим использовать, делиться с друг другом в первую очередь в России, потом в мире смотреть, потому что многие компании уже прошли какой-то путь, накопили опыт. Так вот, опираясь на статистику, на статистику стендиш группы, по-моему, от McKinsey, значит, они примерно сходятся по цифрам. Порядка 70% любых инициатив, связанных с изменением, фейлится. То есть фейлится в плане того, что не то, что они не достигают, то есть не запускаются, они не достигают тех поставленных целей, которые изначально инициаторы либо внутри компании, либо снаружи их запускали. Представляете, 70% фейл. То есть если мы посмотрим на продукты, да, ну, то есть на разработку продуктов, здесь более-менее, если вот коллеги вспомнят, да, статистику, мы любим на нее опираться, там как-то более-менее еще нормально, да, 50-40 процентов успешных, а здесь 70% не успеха. Что делать? Что нам делать? И вот здесь возникает вопрос, а с чем связан не успех? Понятно, что, наверное, все компании под одну гребенку нельзя сделать, рассматривать и у каждого свои причины. Но опираясь на собственный, наверное, в первую очередь опыт, я могу так сказать, что в принципе вот для меня самые распространенные причины, почему все фейлится, наверное, можно сформулировать из шести пунктов. первое. Я очень часто встречаю, когда приходим в компанию, либо большую там корпорацию, очень часто слышу такой ответ. Вы знаете, вот сейчас самое время, сейчас самое то, но мы параллельно у нас еще вот консультанты 6 сигму сидят, а еще параллельно у нас запускается сертификация на ISO очередной 1. Ну, вообще здорово, потому что мы хотим. И в итоге все это вливается в том, что, во-первых, ресурсы неправильно распределяются, да, масштаб неправильно распределяется, но самое главное, что встретив любого человека в такой корпорации, ну, допустим, не менеджера, или даже менеджера, он скажет, слушайте, нам уже все равно. У нас вот они вот каждый день вот что-нибудь новое. И, соответственно, понятно, что параллельно такие изменения очень сложно пропускать, запускать. И вот для меня это сигнал о том, что с одной стороны компания классно, здорово, хочет быть современной, модной, внедрять новые подходы. С другой стороны, блин, ребят, а может быть надо сначала понять стратегию видения и все прочее, а потом уже что-то делать. Потому что иногда совершенно противоположные вещи запускаются. Так ведь, да? Бывало? Окей. Причина номер два. Пункт номер два. Вы правильно сказали. Страх больших изменений. Очень часто мы говорим, окей, с завтрашнего дня все, значит, наш IT запускает там скрам. Окей. Страшно про комбан, значит про них плохо он говорит. Запускаем изменения, большие изменения. Понятно, что страх меняться, люди боятся изменений. Блин, я встречал много-много людей, которые сейчас к нам приходят, спрашивают, ребят, мы вас ненавидим, я должен увольнять из этой компании. Блин, вы принесли что-то такое, мы все, завтрашний день я уволен. Соответственно, люди боятся меняться, они всеми силами хотят сохранить статус-кво. И, к сожалению, руководство, которое запускает эти изменения, они на самом деле тоже боятся. Потому что всем известная кривая изменений, да, J, такая форма кривая, что точно после любой инициативы будет провал. То есть с завтрашнего дня, вот честно сказать, будет плохо. Потом мы, возможно, выйдем на новый уровень, на новое русло, но завтра точно будет стресс всем. И почему-то мы про это говорим, мы говорим знаем-знаем, но когда случается стресс, говорят, блин, а как же так, вы нас не предупреждали. Ребята, будет точно проседание. По производительности, даже если взять одну команду, вчера они в отделах работали хорошо, потом будет плохо, с завтрашнего дня, если они даже будут сидеть вместе. Потому что надо время, надо притереться, надо найти точки соприкосновения. Что еще? Для меня антипаттерн номер 3 следующий. Когда мы запускаем любые изменения, неважно это, изменения в сторону agile ценности, либо изменения, связанные с внедрением системы ISO 9001, как правило, хочется подстраховаться и написать план от начала до конца. Завтра мы запускаем 5 команд, через месяц 6 команд, потом еще 8 и все, и будет успех. Ребят, ваша организация это сложная структура, сложная система, запутанная и много-много взаимодействий внутри. Мы меняем культуру, мы меняем паттерны поведения. Невозможно предсказать все. Давайте как-то на это по-другому смотреть. То есть план от начала до конца не работает, он с завтрашнего дня будет не нужен и его можно выбрасывать. Не тратьте на это время, тратьте лучше на что-нибудь другое, ресурсы тоже. Интересный фактор. Накопленная статистика позволила вывести следующую формулу, что если мы вовлекаем в проект достаточно много людей из слоев менеджмента, то соответственно ответная реакция, ответное сопротивление будет настолько велико, насколько показывает эту формулу. И наша задача найти тот баланс, когда сопротивление будет минимально. Либо понимать, что оно есть и соответственно вырабатывать какие-то паттерны для работы с этим поведением. Отсутствие прозрачности. Отсутствие прозрачности возможно не так важно для команды трансформации, потому что мы варимся в соку в своем, мы общаемся друг с другом и говорим, что у нас все классно. Но представляете, что-то меняется, никто про это не знает в компании. И я, как руководитель определенного, не знаю, подразделения, понимаю, что что-то происходит с этим как-то, когда я, когда моя очередь и соответственно тоже вызывает тревогу и недовольство. что касается прозрачности результатов. То есть мы достигаем успеха, но про это никому не говорим. Либо фейлимся, но никому про это тем более не говорим. И последнее. Здорово, что мы говорим, наконец-то говорим про то, что должны меняться ценности и культура. Но очень часто про это забываем, когда начинаем запускать что-то. Вот я имею в виду изменения внутри компании. То есть их и ожидаем достаточно быстрых побед. Соответственно, мы давайте попробуем сейчас вот некоторые полезные практики и принципы камбана попробуем на изменения замапировать. Как это на самом деле может выглядеть. Так, это я даже рассказывать не буду, потому что Леша все рассказал про теорию. Итак, что в первую очередь можно использовать? Если вы помните, мы очень часто говорим, да, нет прозрачности. Нет прозрачности к изменениям. Смотрите, мы берем первый элемент из камбана и говорим, окей, а давайте сделаем наши изменения прозрачными. И для этого мы что можем сделать? Мы можем сделать не просто камбан доску, а мы можем сделать камбан доску по управлению изменениями. И попробовать, стартовав с той точки, которая у нас есть, попробовав визуализировать, а как же изменения вот в данный момент времени у нас сейчас проходят. Я могу позвать тех стэкхолдеров, которые обычно у нас участвуют во всех изменениях, потому что, слава богу, у нас и они часто проходят. И позвать, ребят, расскажите, как процесс изменений происходит, как он выглядит в данном случае. И мы получим первую отправную точку. Вот как раз про что говорит камбан. Начните с того, что есть. То есть мы хотим не только запускать и драйвить изменения, но и по ходу улучшать этот процесс. И это очень важно. То есть у нас есть доска изменений, куда мы начинаем собирать, приглашать стэкхолдеров, собирать команду трансформации и начинаем обсуждать. Ребята, давайте, смотрите, изменения я в компании. Начинаем работать, начинаем пытаться управлять чем-то. Тут возникает вопрос. У нас вроде же не работа. И тогда очень здорово начинать использовать следующий шаг в компании. То есть смотрите, у нас не ограничение работы, а ограничение изменений. Помните, я говорил про антипатом, что изменений очень много. А давайте научимся это управлять. Одно изменение в единицу времени. Вот мы, как команда трансформации, имеем конечную пропускную способность по изменениям. Давайте честно про это признаваться. Совершенно недавно был у одного из клиентов, да, и что я увидел? То есть доска есть, висит там в колоночке to do или in progress 10 или 15 тикетов на изменения. Думаете, они двигаются? Нет, потому что, блин, их столько много, идей много – это хорошо, но, блин, они не двигаются. И представляете, не двигаются изменения. То есть мы не делаем прогресса. Он нам так необходим, потому что мы должны вовлекать народ в изменения, показывать результаты. Помните, если посмотреть на модель контуры, делать маленькие победы. А мы их не делаем, потому что, блин, у нас очень много. Вот, пожалуйста, инструмент для управления. Как раз фокусируясь на потоке изменений и понимая, а какая должна быть последовательность, какое должно быть подтверждение, какие политики должны быть на каждом этапе, мы формируем некий поток изменений. И в этом случае нам очень просто становится управлять. Что мы можем измерять? Во-первых, мы можем измерять, сколько у нас идет запуск от идеи по изменениям до финализации. Мы можем измерять время блокировки по изменениям. Допустим, мы запускаем какую-то инициативу и она блокируется отсутствием менеджера. Для нас это повод запускать новые изменения. Блин, смотрите, ребят, мы здесь наступаем на грабли. Что дальше? Вокруг доски очень удобно использовать инструментарий комбана по обратной связи. Но в отличие от скрам подхода, когда мы запускаем трансформационную команду, используя скрам, мы здесь обратную связь можем организовывать по требованию. Завтра нам надо? Блин, ребят, пошли собрались. Гораздо быстрее. То есть нам нужно быстрее продвигать изменения. Возникла проблема? Взяли, собрались. Мы не ждем недели, не накапливаем этот буфер. Что еще? То есть это вот такие базовые практики. Что еще возникло в качестве уже примеров использования. Оказалось, что очень здорово ложится различные типы работ в комбане именно на изменения. То есть и это позволяет нам, как команде трансформации, вытягивать разный уровень людей. Смотрите, например, разные типы изменений. Изменения связаны с одной командой. Изменения связаны с продуктом. Изменения связаны с системными какими-то ограничениями в организации. И в этом случае мы можем их разделять на разные потоки и управлять их по-разному. И для нас будет изменение в организации важнее может быть, чем изменения в компании. И это нам позволяет, первое, вызывать при необходимости разные уровни лидеров, стекхолдеров, которые будут нам помогать драйвить эти изменения. Второе, это позволяет нам понимать, какие политики должны формироваться вокруг этих изменений и как мы должны, какой результат мы хотим в конце получить для того, чтобы запускать эти изменения и доводить их до готового состояния. Что еще? Каденции пополнения. Помните, вот Леша опять же говорил, что нужно собираться по мере необходимости. В этом случае, смотрите, мы с командой трансформации можем опять же очень гибко подходить к необходимости сбора и формирования бэклога изменений. Нужно раз в неделю собираться? Давайте раз в неделю. Нужно раз в два дня собираться? Давайте раз в два дня. Если изменения идут очень быстро. В этом случае, смотрите, мы позволяем, получаем достаточно быстрый и гибкий процесс именно по старту и запуску изменений. Очень здорово помогает нам формирование классов и политик вокруг этих классов по изменениям. Есть срочные изменения, которые требуют прямо отдельного скейнлайна, который необходимо драйвить с помощью привлечения топ-менеджментов. Есть такие изменения? Есть. Здесь мы опять же их вытаскиваем и можем использовать в качестве драйвера изменений. Да, мы понимаем, что мы не можем делать все изменения срочные, но тем не менее, есть такие, без которых дальше просто смысл работать? Смысла работать нет. Cost of delay мы можем посчитать и так далее и так далее. То есть понимаете, возвращаясь к главным принципам комбан, да, что используя именно принципы эволюционного изменения, мы позволяем драйвить именно организационные изменения. Ну и конечно же вовлечение лидеров, да, то есть у нас разные-разные уровни организации. Возникает необходимость привлекать так или иначе лидеров на разных уровнях, да. И вот продвижение, применение комбана в этом случае нам помогает понять, а кто нам еще в командной трансформации нужен. То есть недостаточно одной инициативы только допустим в IT подразделение. Нам нужны драйверы, которые будут находиться и там, и там, и там. А как мы про них узнаем, что они есть? Да, опять же, запуская эти изменения, нарабатывая опыт и накапливая какую-то статистику, эмпирическую информацию, мы понимаем, кто нам нужен. Соответственно, так появляются роли, так появляются, команда растет и, соответственно, мы накапливаем опыт и драйвим эти изменения. И опять же, смотрите, поскольку мы стартуем с исходной точки, да, то есть с того, что у нас есть на самом деле сейчас, мы делаем и идем маленькими шагами, запуская маленькие изменения, да, то есть мы их тоже можем разбивать и используют разные размеры изменений. То есть мы таким образом минимизируем влияние того фактора, что с завтрашнего дня все в нашей компании изменится. Ребят, у нас изменится, только может быть появится только визуальная доска и все. А дальше мы сами с вами посмотрим и ритм изменений мы сами с вами выработаем, как нам удобно. Завершая свое выступление, хочу так суммировать четырьмя шагами по управлению изменениями. Первое, для того, чтобы это все, конечно же, запустить, сформируйте общее видение, что по процессу, как он у вас на самом деле сейчас выглядит. Позовите стекхолдеров, позовите заказчиков с ваших изменений и спросите, ребят, ну вот какая наша отправная точка, что у нас сейчас есть. Следующим шагом попробуйте прокопать глубже, а какие изменения, кого коснуться и какие запросы к нам от этих стекхолдеров на изменения приходят. То есть поскольку запросы на изменения приходят именно от них же, они же хотят что-то менять. Ну и в том числе и, может быть, от нашей командной трансформации. Только после этого мы можем сказать, что да, мы сейчас готовы запускать систему изменений, комбан-систему и постепенно постепенно ее эволюционировать, запуская какие-то непрерывные улучшения. Все, я закончил, спасибо большое. Есть время для вопросов. Время обеда. Что, все понятно? Ребят, ну давайте. Просто время обеда. Да, понятно, что обед уже в головах, но тем не менее. Алексей, спасибо большое. Меня зовут Елена, компания ВОНД. Вы можете привести конкретный пример тоски изменений, какие там столбцы, что и как? Потому что в целом абстрактно понятно, но хотелось бы больше конкретики. Нет, конечно, я могу. У меня там на складе приведен пример одной из доски. Вы знаете, вот сейчас я даже открою, если откроется. Вы знаете, вот что хотелось бы при использовании комбан-подхода, хотелось бы, чтобы у вас сложилось понимание, что доска, принесенная из другой компании, она у вас не заработает точно. Потому что нельзя, то есть отличие комбан, может быть, и преимущество, комбан, что доска, созданная с теми тикетами и с винлейнами, ваша организация, скорее всего, не приживется. Вам нужно вырабатывать свои политики. Но тем не менее, ради качества примера приведу. То есть смотрите, вот левая часть, да, это по сути некие колоночки по календарю. Изменения мы будем запускать через неделю, через две недели, через три недели. То есть это некий такой календарь в виде столбцов, да. А правая часть, это уже то, что в работе, то, что на этой неделе. Есть план и план, то, что попадает. Есть в работе, есть анализ, потому что с нашей точки зрения просто запуск изменений без анализа результатов, да, без извлечения уроков он бесполезен. Потому что мы можем зафылиться и станет непонятно. Соответственно, у нас есть в результате анализ и уже последняя колонечка, дан или не дан. Я часто встречал аналог, то есть научились, не научились, сработало, не сработало. Потому что, в принципе, мы предполагаем, что это все эксперименты у нас. Мы заранее не можем предсказать результатов. И, соответственно, мы делаем эксперименты, и чем больше их, тем лучше. И вытаскиваем знания. Хотелось бы, чтобы все изменения завершались не просто дан, а именно анализ и дан. Либо научились и дан. Потому что этот опыт можно использовать и в команде трансформации, и при запуске других изменений, и при улучшении нашего процесса по изменению. А еще можете пояснить цвет стикеров, что-нибудь означает, и почему большая часть стикеров где-то внизу под этими табличками? На этой доске цвет стикеров ничего не означает. А то, что внизу находится, это, по сути, те идеи, которые хотела бы сделать, и они, по сути, вытаскивались потом в левую часть колонок. А отличный, конечно же, подход, когда мы еще разным стикером, разным цветом можем помечать и разные типы изменений. Красное – это срочно, там, не знаю, фейлы и все прочее. У нас еще вопрос. Алексей, спасибо большое за доклад. Мы много говорим про технологии изменений, но мы не говорим про результаты и мы не говорим про инвестиции. Вот, собственно, я вижу у вас богатый опыт трансформации. Например, у меня компания 500, там, тысяча человек. Ваши оценки, сколько, например, моей компании может стоить трансформации? Порядок, суммы. Ну, и суммы, и сроки. Ну, смотрите, вы меня пытаетесь вогнать в ту ошибку, которую я не хочу совершать. Помните, я говорил про план? Я не знаю ваше конечное, то есть не ваше текущее состояние, не конечную цель, куда вы хотите прийти. Для меня слово трансформация означает, может, все что угодно, не то, что для вас. То есть, так ведь? И, соответственно, как я оценю? Ну, просто назовите какие-то цифры. Миллион. Из ваших. Миллион рублей? Долларов. Долларов? А за сколько? Три года. Три года. Скромно. Нет, ребят, вот поймите, что моя цифра, вот так, это можно говорить, что, я причем уверен, будет, а Пигулев сказал, что стоит миллион долларов и три года, все, вот в бюджет, значит, миллион долларов и три года. Нет, еще раз, собственникам бизнеса важно просто понимать порядок инвестиций для того, чтобы можно было там и акционерам обосновывать там и так далее. Я еще раз говорю, для того, чтобы понять ваш бюджет, то есть не нужно, как сказать, не нужно изобретать велосипед, запуская изменения в среде неопределенности, как с новым продуктом, сколько он будет стоить. Я не знаю про ваш продукт, ничего, да, а вы меня спрашиваете, сколько он будет стоить. Я не знаю. И вот те ценности, которые мы придерживаемся, они как бы, их никуда не убрать. Вот мы с ребятами утром сделали воркшоп по поводу изменений, они принесли маленькую проблемку, которая на их взгляд маленькая, по изменениям, то, что они хотят изменить. Но на вопрос, а какое конечное состояние, то, что вы хотите получить, их поставило в сложной ситуации. Тут вы мне говорите про компанию, абстрактную компанию, абстрактно хочет трансформироваться. Что? То есть какие изменения? Для вас трансформация, а какие нет? Для меня трансформация это, не знаю, уволить 50% компании. Это трансформация? Не знаю, наверное, да. То есть поэтому не могу сказать. Все, вот. Нет. Миллион, три года. Большое спасибо за доклад. Я сегодня был на воркшопе и сейчас очень интересно было послушать и я не из IT, но я работаю не в IT-компании и провожу комбан-трансформацию и мне поэтому интересно какой-нибудь для примера кейс успешной комбан-трансформации, причем не там 10-15 лет назад, например, из какой-нибудь книжки, а вот именно, допустим, последний год-два взять в какой-то интересной сфере бизнеса на вашей практике. Комбан-трансформации либо изменения любых? Скорее, именно перехода на комбан, ну, на, скажем, комбан-методологию хотя бы в такой большой части организации, может быть, производственного, ну, процесса производства продукта какого-то или услуги. Вы знаете, ну вот я могу сказать, что мы в нашей компании больше за революционные изменения, нежели революционные. Понятно, про что я говорю? Да, вот. Но вот в качестве драйвера этих изменений, да, ну, то есть изменений, то есть очень часто используем вот такую, такую, такую... Как такой первый безболезненный этап, то есть давайте начнем с комбана, чтобы не падали в оморок. Смотрите, не начнем комбан, а то есть точно с храма начнем. То есть точно, но я имею в виду, что именно драйверы изменений внутри. То есть комбан-доска, объединение всех стекхолдеров вокруг комбан-доски для того, чтобы понимать, где у нас боли и так далее. То есть именно драйверы изменений, а не изменения процессов разработки продукта. То есть такого примера, чтобы вот... Ну, у меня нет. Упустили комбан и... Наверное, нет. На этом закончили, нет? Нет, да. То есть... И я считаю, что вот... У меня есть даже как бы ответ на этот вопрос. Почему? Не потому, что мы такие плохие, либо компании плохие, которые мы работаем. На мой взгляд, вот если было видно из моего доклада, из доклада Алексея, на мой взгляд, очень часто компании не понимают, остальные не хотят рассматривать, либо не рассматривают остальные принципы в комбане, да, останавливаются. Потому что зрелость, наверное, процессов изменения недостаточно для того, чтобы самим определять эти каденции. Это очень сложно на самом деле. Требуется большая ответственность. Проще сказать, проще двигаться как по книжке, ну, допустим, по скрам-гайду, да. Там же написано раз в неделю, значит, мы должны ходить. Не ходим, значит, нам плохой скрам, да. А здесь, ребят, у вас настолько все, куча возможностей, сами определяйте. И тут вот возникает вопрос, а кто возьмет на себя драйвер и определяет все. Вот здесь вот сложно. Поэтому очень часто компании, вот есть примеры, я просто не хочу там компании озвучивать, есть примеры из российских компаний, когда они, мы приходим, говорят, мы пробовали комбан, у нас не взлетело, мы сейчас хотим скрам. Почему, ребят? Потому что оказывается, что они в комбане все визуализировали и все, и дальше ничего не идет. Они-то думают, что что-то должно само улучшиться, а улучшения должны драйвиться. И там нет, не сказано, как в комбане. Как их. Да, а тут понимаете, вот мне кажется, и в мире-то, в принципе, вот среди экспертов у нас, там тренеров, именно поддерживаются, что комбан больше требует мачурности организации, больше требует, ну то есть он подходит тем, кто готов драйвить их. Там не сказано как, а люди любят, когда написано как. Все. То есть есть краммастер, тут роль определенная, тут сами выберите роль, ну блин, ну как? Должны драйвиться изменения. Да, ну как? Спасибо большое.